МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. 590 миллионов на реконструкцию главного проспекта столицы. Основной магистраль отремонтируют в Махачкале. 5 тысяч рублей за классное руководство преподавателей дагестанских школ начнут получать новые выплаты. Ботрихский пирог. Волшебство национальной кухни. Секреты и рецепты угощения сегодня в выпуске. В Дагестане от гриппа планируют вакцинировать 60% населения. В этом году бесплатную вакцину получит большинство жителей республики. По словам представителей Министерства здравоохранения, в сезон ОРВИ ситуация может осложниться. Согласно постановлению главы Роспотребнадзора, во всех субъектах Российской Федерации о вакцинации от гриппа должны быть охвачены не менее 60% местных жителей. Для сравнения, в предыдущие годы иммунизировали только 40%. Новые выплаты преподавателям школ. С 1 сентября все классные руководители будут получать ежемесячную надбавку по зарплате в размере 5000 рублей. Выплаты педагогу будут давать независимо от количества обучающихся в классе. Размер надбавки для руководителя двух и более классов составит 10 тысяч рублей. Такую меру поддержки разработало Министерство просвещения России по поручению Владимира Путина. Общий объем федеральных средств составит около 25 миллиардов рублей. Махачкала получит 590 миллионов рублей на ремонт проспекта Имама Шамиля. Деньги потратят на полную реконструкцию одной из самых загруженных магистралей Махачкалы. Выделение средств стало возможным благодаря обращению главы Дагестана Владимира Васильева к правительству России. Ремонтные работы предполагают не только замену асфальтового покрытия, но также и замену инженерных сетей, коммуникаций и ночного освещения дороги. Реконструкция начнется после завершения подготовки проектной документации. Дагестан, по мнению многих экспертов, одно из лучших направлений в области гастрономического туризма в нашей стране. Кулинарные традиции народов республики никогда не оставляли равнодушными гостей. Рецепты национальных блюд всегда отличались разнообразием и оригинальностью. Один из таких кулинарных шедевров – ботлихский пирог. О секрете горной выпечки рассказывает Хадижа Курбанова. Вы думаете, Путин почему приезжал сюда? Из-за пирогов. Он любит пироги. И нас. Президентский пирог как раз делал рук Гулига Джебековой. Большую часть своей жизни она дала выпечке. С момента замужества принимала опыт и секреты творения пирогов у своей свекрови. А с тех пор дело стало не только увлечением, но и бизнесом. Это пироги я делаю с душой и с любовью. Это мое хобби. Ну а спросом пользуются? Как много людей? Только так. Мои пироги славятся в Москве. Их везут туда. Самые, кто их любит, у нас в Зумадинский район. Только так мои пироги едят. На прошедшей Курбан-Байрам Гуля приготовила свыше 200 пирогов. Перед праздниками заказов уйма делится с нами пекарша. Когда не успевает, приглашает помощниц. Одна из них – ее соседка. Мастерство это хоть и простое, но чтобы овладеть им в совершенстве, нужны годы. Женщины рассказывают, что только коренные жители Ботлиха знают, в чем тайна необыкновенного вкуса выпечки. Начинка здесь, как и всюду. Курага и перемолотый грецкий орех с сахаром. Но секрет уникальности в тесте, заверяют женщины. Отличительная особенность ботлихского пирога от всех остальных заключается в том, что тесто его не пышное. В составе нет дрожжей. Это как полезно, так и практично, потому что такой пирог может держаться свежим вплоть до месяца. Загадка успеха не только в тесте, но и в самих руках женщин. Они трудолюбивы, хотя дело мастерец усложняется тем, что в селе нет воды. И таскать пятилитровые баклажки приходится от родника. Там, где живут самые хорошие люди, богатые люди, у них вода бесконечно идет. Но вот это у нас самая хорошая и добрая улица, здесь воды нет. Откуда приходится таскать? На машине едем за водой. В соседние селы? Нет. А в соседние селы Рахата тоже едем? Рахата едем. И у нас есть родники тоже. Родника набираем, чтобы пить, готовить пищу. Но несмотря на все сложности, сильные горские женщины не изменяют традиции и отважно пекут пироги. Пирог принято есть остывшим. Обычно его готовят вечером, а к столу подают уже на следующее утро. Сегодня мы испробуем его горячим. Пахнет ароматно. Давайте попробуем на вкус. Особый вкус выпечки придает, конечно же, и местная атмосфера, и экологически чистые ингредиенты. Начинка из горных абрикосов, тесто на родниковой воде. Поэтому, наверное, главный секрет ботлихских пирогов состоит в том, что все здесь собственного производства. А душа, вложенная в труд, в итоге приводит к результатам, превосходящим всякие ожидания. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. Пропаганда здорового образа жизни и укрепление братских отношений. Накануне в селе Инхо Бумбетовского района прошел ежегодный турнир по мини-футболу. В споры за победу вступили шесть команд. Их разделили на две подгруппы. Лучшие коллективы сошлись в финале. В решающей встрече команда «Караван» с минимальным преимуществом взяла вверх над футболистами из Инхо 1-0. Основная цель спортивных состязаний – объединение местной молодежи и укрепление дружеских отношений между выходцами села, проживающими в разных городах республики. Для участников и болельщиков было организовано горячее питание, ароматный плов и чай из самовара. Команда «Победитель» получила переходящий кубок и денежную премию. Медали соответствующих ступеней достались и остальным призерам. 9 сентября в Москве пройдет профессиональный турнир по смешанным единоборствам в памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Организаторами состязаний выступят две бойцовские лиги – Fight Night и GFC. В главном поединке вечера сойдутся Владимир Минеев и Даурен Ермяков. Средневесы оспорят сразу два чемпионских титула. Всего в программу войдут 15 боев с участием звезд российского ММА. Ожидается, что почетным гостем турнира станет чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. А свой 11-й поединок в профессионалах проведет его младший двоюродный брат Усман Нурмагомедов. Дагестанские боксеры готовятся к командному Кубку России. Соревнования пройдут с 30 августа по 5 сентября в Ижевске. В эти дни спортсмены завершают первый этап тренировок после выхода из режима самоизоляции. Сборы в составе национальной команды проходят на базе Югспорт в Сочи. На турнире в столице Удмуртии боксеры будут представлять Северокавказский федеральный округ. Общий призовой фонд состязаний составит 15 миллионов рублей. Команда «Победитель» получит 7 миллионов. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»